Всем привет! Сегодня я буду печь плюшки. Я взяла пахты, чуть подогрела. Масло уже в кусочки попадается, оно уже растворяется. И добавлю 50 грамм свежих дрожжиц. Помешаю вот так. Чуть-чуть должно быть тепленько. Дрожжи быстрее начнут работать. Сюда добавляю половину чайной ложки соли и одну столовую ложку песка. Одно яичко. Размешиваем. И на вот это три стакана надо просеянной муки. Я еще раз как-то снимаю. Получается как по второму разу просеян. Может быть, конечно, муки надо будет еще добавить. Сейчас буду смотреть по тесту. Всегда, конечно, надо сначала жидкое все разводить, а потом добавлять муку. А у меня получается, конечно, по-разному. Видно, что надо будет еще муки помимо три стакана. Сейчас еще просеем. Добавим. Сейчас начнем руками. Я не добавляла ни масла растительного, ни масла сливочное, так как в пахте все хватает. Сюда же я сделаю. Я сделаю чуть-чуть. Я сделаю чуть-чуть. Я сделаю чуть-чуть. Она как бы тут к руке прилепает. Сейчас свежие дрожжи, современные, тоже как сухие. Они буквально за час поднимаются. Ложу опять обратно в миску, накрою и где-то час будет подниматься тесто. Вот у нас как поднялось-то. Я вам скажу, что даже не за час, даже раньше. Вот какая шапка. Сейчас я припущу и сниму. И сейчас буду делать несколько шариков. Вот я так, руками. Смотрите. Хоп. 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 Маленький получился. Мы добавим. Вот так. И еще. И начинаем их вот так вот тоже делать. Получится не маленькие пирожки. Плюшечки мои. Я-то пеку-то для себя, не на продажу. Поэтому они, конечно, разных размеров. Раскатываем. Конечно, чтобы лишней муки-то не надо. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Одна плюшечка будет очень большая. Ну вот. И опять так же накрываю. Они опять поднимутся. И начну делать. Мои шарики. Поднялись я. Какие красавцы. Ой, какие они. Вот. Дотрагиваешься до них. И они сразу спускаются. А пока у меня они поднимались, я масло приготовила сливочное. Она смягчилась. Я в тепле постояла. И буду мазать. А помимо массы сливочной у меня протерла на терке лимон. Вот эту шкурку. А это буду продавливать. И сахар у меня подготовила. И сейчас буду раскатывать. Флюшечки. Мои флюшечки, флюшечки. Вот так вот. Раскатываем, раскатываем. Надо поближе, чтобы было видно. Вот так вот так. Мажу масло сливочное. Я ее не растапливаю. Я беру масло. Вот оно. Вот таким образом мажу. Песочком насыпаем. По краям, чтобы было. Край всегда, тесто больше. А сверху цедра лимонной. И чуть-чуть еще придавлю лимончик. Вот так вот. Вот так. И начинаю. Забыла ножик. Надо идти за ножиком. И вот так вот. Собираю. Принесу ножик. Принесу ножик. Принесу ножик. Такие плюшечки получаются. Вот лимончик тут. Очень красиво. И так все буду делать. Вообще на пахте очень. Принесу тесто такое прям. Как вам объяснить? Не передать словами, как она мягкая такая прям. Прям нежная, нежная-принежная. Терпи это масло. Песочек. Где-то чайная ложка выходит на каждой плюшечке. И цедра лимона. Можно маком. Можно всем, что есть дома. Там корицей можно. Но у меня сегодня будет с лимоном. Со вкусом лимона. Чем тоньше закрываешь, тем получается красивее на в разрезе. И разрезаем. Плюшечки я уже готовила. Яичко сбила. И сейчас буду мазать их. Красиво сверху. Кисточки. Вот сняла из духовки. Мажу маслом. И вот для красоты очень красиво вот так вот песочком так посыпаем наверх масло. И хочу показать в разрезе тоже, как у меня получилось. Сейчас я дамажу. Давайте. Какой на меня смотрит. вот этот. Смотрите. А как понять, что оно пропеклось? Стучим по обратной стороне. Видите, какой звонкий звук? Значит, пропеклось. Открываем. Какая вкуснятина. Всем приятного аппетита. А кому понравилось мое видео, смотрите с удовольствием и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok